Короче, вот так наши посиделки выглядят. Сидим, общаемся, все русскоговорящие. Не знаю, за это можно, конечно, людей получить, но за съемку. Вот наши лежаки, и тут мы спим. Пляж, он спит. Вон мое место, рядом с стаканчиками. Привет, я Макс, нахожусь в мексиканской тюрьме. Это канал «Спасибо, Макс». Как вы знаете, это реальная мексиканская тюрьма, это никакая не постанова и что-то подобное. Местная, если по-русски говорить, параша. Наш душ, раковина. Снимать не могу в хате, потому что там все висят видеокамеры. Телефон нам проносить сюда нельзя, ничего практически нельзя. Телефон я пронес в ботинке. Там очень шумно, чтобы наш разговор, так скажем, телевизор перебивал. Это вип-хата. Здесь на самом деле три хаты. Две мужских, одна женская. Женская находится вот здесь вот рядом. Кстати, Дашка там находится, и еще три девочки с ней русскоговорящие. Хата, в которой мы находимся сейчас, это вип-хата. Здесь сидят сидельцы, которые там за убийство, которые там в наркокартеле и так далее. Вот сейчас они тут тоже сидят. Меня, как самого старшего, забрали с первой хаты сюда, как типа, ну типа, то, что у меня жена рядом, что я мог ее хотя бы типа видеть. Ну, мы тут для всех говорим, Дашка, жена, жена. А то сейчас понесется. Ну, короче, не суть важна. В первой хате находятся порядка 45-50 человек там бразильянцев, бразильцев, португальцев и еще там гондурасы, не знаю, и так далее, и так далее, куча стран. Там полная антисанитария. Мы когда сюда приехали, когда нас забрали, нас было четверо. То есть я, Дашка и еще двое с нами из России парней, вот они остались там, меня забрали сюда, потом я пацанов просто забрал сюда, вип-хату. Я здесь типа Russian Boss, Russian Mafia Boss. Нас как, ну, сидельцы нас уважают, все дела, потому что, ну типа, видимо, за Россию звучит как бы так угрожающе. То есть с нами обращаются нормально. Я здесь реально Russian Boss, я отвечаю за всех русскоговорящих, которые сюда заходят. Сейчас, на сегодняшний день, уже нас 13 человек вместе с девочками. Двое белорусов, один из Украины. В принципе, здесь относительно как бы нормально, но по меркам, конечно же, тюрьмы, да, как говорится, ничего нормального, хорошего нет. Для тех, кто хочет понимать, что мы здесь делаем и так далее, давайте говорю как есть, потому что на самом деле информации вообще нет никакой. То есть мы как-то через три колена как-то пытаемся понять, какого хрена нас вообще здесь держит. Какого хрена нас задержали и так далее. Ролик, объясняющий, в принципе, все, что мы сделали, зачем мы ехали в Мексику и так далее, и так далее. Те, кто догадался, вы были немножко правы. Да, на самом деле, все, что мы хотели, мы хотели уехать жить в Америку, подаваться там, работать там и создавать новую жизнь исключительно там. Вот, это нормальное явление, сюда приезжает много таких, кто это делает, да, через Тихуану, проезжают покупать, совсем кратко покупают машину, проезжают на границу США, и на границе США просто практически убежишь. Это обычная процедура, ничего противозаконного в этом нет, и не берем сейчас момент, который с нами. Так вот, что произошло с нами, мы, так скажем, первопроходцы, такого раньше не было, даже сами, вот эти вот, как они, владельцы, не знаю, этой тюрьмы, короче, здесь местные говорят, раньше такого не было. Русских никогда не привозили, сюда привозят бразильцев, ну, все, кто, короче, там, португалоязычный там и так далее, и так далее. Их сюда привозят пачками, потому что они скачут, перебегают границу, они, в принципе, находятся в Мексике незаконно, в отличие от нас. У нас у всех есть визм, у всех есть разрешение, даже какой-то певец приходил здесь, я не знаю, с какой-то там, то ли начальник, то ли какой-то вот этой вот, всей этой системы мексиканской. Он нам объяснял, что мы прекрасно понимаем, что вы приезжаете сюда за лучшей жизнью, вы приезжаете там проситься политического убежища в Америку, в этом ничего противозаконного нет, он прям нам так и объясняет. Вот, это нормальная процедура, обычно юридически закрепленная и так далее. Вот, и естественно, он пришел разбираться, почему нас задержали, вот, чем это все закончится, пока неизвестно. Это для вот этих вот теоретиков, диванных критиков, специалистов по тому, как это нужно делать и так далее. Естественно, эти люди, которые вообще ничего не проходили, сами находятся где-то у себя там на диване в своем доме, зато все всегда знают. Ни хрена вы толком не знаете, так что ваше мнение на самом деле нам все равно, потому что больше, чем я сейчас, наверное, не знает реально никто, с учетом, что мы сидим в мексиканской тюрьме, такого реально раньше не было. Весь беспредел начался на американской границе, то есть мы заехали на американскую территорию, все, нам по факту должны были предоставить политическое убежище. Видимо, какая-то есть история, американцы, там, мексиканцы и так далее договорились о том, чтобы нас не пускать. Короче, по факту просто беспредел. Американская сторона нас развернула, отправила в Мексику, и по факту в тот момент, когда нас отправила в Мексику, мы уже являемся здесь, в Мексике, типа нелегалы. Ну, то есть у нас якобы было разрешение однократное на въезд, как только мы выехали и заехали, то мы уже, получается, типа нелегалы. Вот, это как нам объяснил этот Перец, там, через Google Translate, насколько я его понял, что якобы мы это нарушили. Он говорит, ничего в этом тоже страшного нет, это, говорит, никакой штраф, там, или тюрьма, ничего за это не светит. Вот, это, говорит, обычная процедура, тоже, говорит, совсем непонятно, почему вас держат. Но, не знаю, есть вероятность, что он просто свою пятую точку прикрывает здесь, чтобы не началась какая-нибудь история с, там, я не знаю, с консульством, или с Российской Федерацией. Потому что он прям боится то, что нас здесь держат, и, типа, видимо, нашел причину, чтобы нас, что мы здесь, типа, якобы, законно сидим, что якобы вот они пытались незаконно пересечь границу, что таковым не является. Еще раз, диванных экспертов и критиков, все наши действия исключительно в рамках закона, исключительно по правилам и так далее. Мы это просчитывали ни один день, ни даже ни одну неделю, даже ни месяц. То есть, все было просчитано, кроме этого момента. По факту, обычный беспредел. Вот. Чем это все закончится, непонятно. Как я и говорил, мы тут первопроходцы. Фиг знает, нас, по идее, должны отпустить, но сегодняшний день, сегодня уже неделя, как мы здесь сидим. Те, кто переживает за Дашку, Дашка, на самом деле, держится там лучше всех. Не с девчонками как-то нормально. Мы здесь, как мужики, мы здесь, конечно, переживаем здесь трое ребят, у которых там жены. Вот. Я, на самом деле, уже нервы немножко, честно говоря, сдаю, потому что все это надоело. Нам не предоставляют переводчика, нам не предоставляют информации, что мы реально здесь делаем, за что мы здесь сидим. Я говорю, это со слов какого-то офицера, который, он так думает, что мы здесь держимся, поэтому, опять же, он сам говорит, что нас здесь задерживают незаконно. То есть, на это не имеют права, но нас, опять же, здесь держат, то есть, как бы, непонятно. Содержание здесь более-менее нормальное. Кормят какой-то баландой, как бы, ну, выглядит симпатично. По факту на вкус отвратнейшее нечто. Ну, то есть, ну, как говорится, хорошо, что хотя бы кормят. Покажу вам немножко нашу палату. Вон там, видите, где синяя кофта свисает. Это мое место. Наша палата. Но я вам не выйду, не покажу, потому что там камеры. У нас здесь относительно порядок. Вот этот, типа, левый горшок, типа, для того, чтобы писать. Вот этот, правый, чтобы, типа, каркать. Марио, а что? А, видео. Окей, 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 заходи. Вот. Его нельзя показывать на ютубе, потому что иначе мне за это прилетит. Марио, нет? Ютуб, нет. А мне потом полицейский, не? Окей. Короче, Марио это из наркокартеля, он из... Какой второй? МС-13. МС-13, не? Он из наркокартеля, он из, так называемых, МС-13. МС-13. МС-13, да. Ну, то есть, короче, бандит, все нормально, он адекватный, все хорошо. В принципе, это он меня сюда вытянул в местную, в свою плату, в эту вот, виповую с телевизоров. Правда, все на испанском, говорит, ничего не понятно. Вот. И поставил, как бы, меня тут главным над русскими, короче, Russian Mafia, короче. Поэтому я здесь, короче, у меня здесь, как это, погоняло, мне дали Russian Mafia Boss, да? Boss Russian Mafia. Russian Mafia. Руссо-Мафия Boss, вот. Короче, с нами тут реально все нормально, обращаются хорошо, но, опять же, это тюряжка. Основной момент, который я хочу донести, что нам ни хрена непонятно, почему нас здесь держат, почему нас не выпускают, что делать. Нам здесь условия, как бы, терпимые, в том плане, что, ну, допустим, у нас здесь нет полотенец, мы вытираемся футболками, да, спим там на полу, как бы, ну, это все, как бы, привычно, ничего, все, короче, болеют, какой-то кашель, сопли, ну, понятное дело, тоже это есть. Я впервые, опять же, кто смотрел мой ролик, я болею здесь, впервые уже сколько, два года прошло, два с половиной, второй раз болею за это время. Такой жесткий момент. Я уже снял, короче, он говорит, покажи, говорит, камеру. Кстати, вот что хотел сказать, хотел сказать про российское консульство, да, пока мы, естественно, граждане, там, России, ну, Украина, Беларусь, не берем сейчас пока, ребят, да, мы, конкретно, мы, граждане России, пока мы ими являлись, мы, естественно, перепугались все дела, какого хрена нас присутствуют, какого хрена нас упаковывают, везут, неизвестно куда, непонятно, зачем, какие-то тюряжки и так далее, какие-то микроавтобусы с решеток. Все реально перепуганы, мы, естественно, первым делом начали звонить консульство РФ, и вот эта фраза, знаете, с такими друзьями враги не нужны, вот это как раз та ситуация, потому что нашему консульству вообще было фиолетово, он толком ничего бесить не может, мямлит, непонятно вообще. То есть он, короче, говорит, ну, вы, говорит, сидите, говорит, ждите, короче, нас просто посадили, вот эти же неделю чалимся, ничего не происходит, ничего не меняется, консульство, как бы, ну, пофигу на нас, и, в принципе, от себя, наверное, скажу, я не знаю, конечно, как ребята, я думаю, конечно, они меня поддерживают, от себя скажу, что на самом деле правильно сделали, что мы свалили мы из этой страны, потому что, говорю, с такими друзьями даже враги не нужны, отношения по факту никакое. Вот, то есть свои, ваши граждане прессуют, мы являемся гражданами до сих пор, мы всю жизнь платили налоги, мы всю жизнь работали государством, мы всю жизнь обеспечивали, да, носили какой-то вклад, здесь ребята реально с большими деньгами бегут из России, то есть какие-то создавали бизнесы, покупали машины, платили налоги, и Российская Федерация просто отнекивается, да, вот там, он просто, типа, ну, короче, пофигу, реально, вот ничего не изменилось, с того, что мы туда позвонили, он что-то там поощался, что-то поговорил, ну, короче, вы, говорит, сидите, ждите, и вот мы ждем, ничего не меняется, ничего не происходит и этого все что касается российской федерации еще раз мы убедились в том что мы все правильно делаем резонный вопрос макс на какие бабки комплекта если мы берем моего канала нам не берешься на какие бабки еду я и отвечу чуть позже все ребят нормально там целая немножко история вся эта поездка на прям очень хорошо получалось она прям получалось даже даже слишком что было очень удивительно то есть все сращивалась прям деньги билеты даты отели все прям сращиваться ровно до момента вот пока вот мы не попали и по образом сюда короче на все основные вопросы которые вы задаете вполне резонны и ответы на них есть ответы будут чуть позже сейчас немножко не до этого немножко можно посмотреть и значит в видеоряд какой-нибудь маленький дам вам как мы тут живем насколько это втихую поснимал да кстати дашку можете посмотреть он за решеткой стоит как дела дашка грудь держится там лучше всех больше всех я не знаю она меня поддержит потому что я здесь конечно такого немножко депрессники таком легком в афиге реально сюда кстати можно делать передачки все дела ну понятно в мексике никого нет никто ничего не передаст но я попросил элементарно просто 11 полотенец то что сейчас реально нам необходимо до сюда можно хавку заказывать пиццу можно заказать и по 10 долларов за одну пиццу ребята которые курят ну это она своя история с сигаретами короче очень дорого здесь вот наверное все что хотел сказать следите за выпусками если это видео вышло на канале есть вероятность что мы уже вышли на момент публикации и на самом деле это реально ребят шок контент вся наша весь наш путь был спланирован до мелочей вот прям до мелочей все было просчитано про продумано а что если тоже было заложено но вот этот вариант к сожалению не был заложен да где-то там подкорки он был а чё если вдруг совсем все хреново чё если вдруг там плен заберут еще чего-нибудь мы тоже продумали какие-то варианты вот но ко всему готовым быть невозможно это этого не было в планах об этом никто не говорил мы реально тупо первопроходцы в этой истории касаемо на попадание в мексиканскую тюрьму мексиканской тюрьме сидеть нет никакого кайфы нет никакого прикола потому что это никак тебя не приближает к цели да то есть одно дело сидеть в американской тюрьме и такие случаи тоже есть люди сидят хотя бы ты уже в америке хотя бы ты уже там как-то готовишься там каким-то документам новой жизни работе и так далее здесь вообще ничего не то есть это просто тупая трата времени наших нервов не знаю здоровья и так далее не знаю стоит ли сказать конечно хочется чтобы американская сторона свою ошибку как-то признала да ну как признала как и не признаешь они признают да мы политические беженцы да ребят еще раз про с алиментами то смотрит мой канал нельзя попросить политического бежи до алиментное рабство есть она существует но к сожалению за это нет нет никакого к ну за эту нельзя просить политическое бежище есть еще одна история которую никто не за эту не рассказывал есть мы причины просить политического убежища в америке да и в данном случае все что это законно это нормально это прописано законом вот но в данном случае просто американские полицейские нас развернули не пустили в свою страну что как бы немножко беспредел если это видео каким-то образом волшебными не знаю, дойдет до американской стороны, заберите нас отсюда, мы все здоровые мужики, нам не нужно как-то пособие, нам этого ничего не нужно, то есть у нас есть реальная история, почему мы бежим из своей страны, у нас есть, мы все работящие, мы хотим приносить пользу, зарабатывать деньги, на пользу уже Америки, и реально быть полезными, платить налоги и так далее, без каких-то выдуманных преследований, вот этих вот судов Российской Федерации, когда тебя политически просто реально преследуют, ни за что, за то, что ты имеешь какую-то свою точку зрения, либо еще что-то. Если, говорю, каким-то волшебным образом американской стороны дойдет это, заберите нас отсюда, потому что мы реально работящие, мы не какие-то там, которые хотят, опять же, на пособии жить, попрошайничать или еще что-то, нет, мы готовы вкладывать, мы сейчас тратим деньги в Мексике, мы потратили конкретно за себя с Дашкой, могу сказать, что мы потратили порядка 4 тысяч долларов уже за несколько дней нахождения здесь, ну, то есть, ладно, с учетом билетов, окей, вот, мы едем с каким-то, однозначно с собой багажом, то есть, мы не собираемся, прошли, нам вообще не надо, я здесь возмущался из-за того, что нас держат в мексиканской тюрьме, говорю, зачем вы нас здесь держите, нас кормите и содержите, говорю, мы сами умеем, мы сами платим отели, мы сами платим питание, мы здесь, наоборот, тратим деньги, чтобы у вас были налоги и так далее, чтобы мы повышаем немножко, да, понятно, что это мизер, да, там какая-то капля, ну, нафига вы это делаете, я говорю, возмущаюсь, зачем вы нас содержите, такая же история с той стороны, да, с американской, заберите нас отсюда, мы хотим быть полезными там, платить налоги, быть безопасно послушными гражданами, каковыми мы являлись, каждый из нас, я знаю всех историй, каждый из нас являлся в своей стране, вот, медицины все приносили пользу, и я в том числе, у меня есть своя история, которая когда-нибудь, я надеюсь, все расскажу, на какой-то момент, период жизни, все нахрен у меня сломалось и поломалось, но ничего, я как-то пытаюсь из этого вылезать, вы это все смотрите, огромное спасибо тем, кто поддерживает, огромное спасибо тем, кто переживает за то, что там с Дашкой, Макс, что там с тобой, как вы там держитесь и так далее, вам реально огромное спасибо, хейтеры, диванные эксперты, идите нахрен, честно говоря, вы так и будете сидеть всю жизнь на своем диване, ничего не сделайте, потому что если у вас есть время писать какую-то херню и желчь, значит, у вас нет своей жизни, для тех, кто поддерживает, еще раз, вам реально огромное спасибо, и до новых встреч, пока. это эфиоп на кретину взял пошел полицейских на послал они во второй раз закрыли деталь его выпустили в этот же день пошел их нахер послал его обратно привезли короче мы все устали обсуждаем что делать потому что нарушают наш наши вообще права максимально просто уже все на нервяках все уже уставшие чё на здесь держит непонятно переводчика нам не дали за что у нас держит причина ничего не объясняет просто держит и полный игнор от мексиканцев просто не дали звонок домой не дали хрена не дают короче телефон в это вообще телефон украли не 1 1 на вода он вася тоже украли телефон вот мы в свою очередь просили политического убежища на американской стороне американская сторона просто офицеры нас вытолкали на мексиканскую сторону тем самым сделав нас нелегалами в мексике отдали наши документы мексиканские полиции передали за то что якобы мы незаконно пересекли границу но мы не пересекали американская сторона нас выкинула на мексиканскую сторону нужно понимать не мы такие самовольно да окей хорошо пойдемте в мексику нет такого не было и собственно получается что как будто бы мы что-то нарушили хотят это не все неправда таковым не является все реально уже просто на нервах не знают что делать